Ранее подорожали газ, вода и отопление. Долг за коммунальные услуги в стране больше 13 миллиардов гривен или больше 30 миллиардов рублей. За кредиты страна расплачивается так называемыми экономически обоснованными тарифами. Все идет к лучшему, но мы не чувствуем этого. А за коррупцию-то и вообще нечего говорить. Хотя говорят, что идет борьба, активная борьба, мы ее вообще не. И мне кажется, что за последние два года еще хуже стала коррупция. Коррупционные скандалы на фоне новостей об очередном взятом кредите раздражают население еще больше, чем новые квитанции. Подозрительно дорогую квартиру депутата Верховной Рады Сергея Лещенко обсуждают уже несколько недель. Пять лет назад ради этого восьмиэтажного элитного дома в центре Киева снесли детскую площадку и спилили вековые деревья. Стоимость квадратного метра здесь сейчас больше двух с половиной тысяч долларов. Но депутату Лещенко очень повезло. Свою четырехкомнатную квартиру на шестом этаже он купил со скидкой. Отдал за нее семь с половиной миллионов гривен. Это почти 19 миллионов рублей. Вот только с нынешней депутатской зарплатой копить на эту квартиру Лещенко должен был около 36 лет. То есть самого своего рождения. Молодой депутат, в прошлом журналист, который часто и жестко писал о коррупционерах во власти, уверяет на элитное жилье. Накопил часть, одолжил коллеги, а треть суммы якобы внесла любимая девушка. Видимо, высоко оплачиваемый киевский диджей. Откуда деньги, спрашивают сегодня не только у Лещенко. У стен Верховной Рады сплошь новинки и элитные авто. И все они, если верить декларациям, депутатам не принадлежат. Паркуя рядом с Радой дорогие иномарки с трибуны, депутаты продолжают уверять, что честны с народом и почти так же бедны. У лидера батьковщины Юлия Тимошенко нет ни машины, ни квартиры. Живет якобы на одну депутатскую зарплату, при этом регулярно дефилирует в парламенте, например, с брендовой сумкой, на которую копила не меньше полугода. При полном параде на днях Тимошенко появилась и во Львове, где, в отличие от нее самой, люди лучше жить не стали. Я первый раз услышала от львовян, что они обвиняют демократические силы, которые сегодня у власти, и что если не способны управлять, идите вон и возвращайте ту власть, которая делала лучше для людей. И не издевайтесь. Иначе как издевательством нельзя назвать и недавний скандал с электронными декларациями. Их, по идее, посмотреть может любой желающий, в случае чего и анонимно донести на забывчивого чиновника. Но не прошло и месяца с начала работы системы, как ее решили изменить. Одна из самых богатых женщин Украины, депутат и миллионер Татьяна Донец, опасается за имущество, и чтобы не давать наводки грабителям, предлагает изъять декларации из общего доступа. При существующей коррупционной системе, кланово-олигархической системе на Украине, конечно, чиновники пойдут на любые способы и средства для того, чтобы не допустить утечки их финансовых данных в интернет, в открытый доступ. Если прежняя власть работала на украинскую экономику, то сейчас в результате, в условиях тяжелейшего экономического кризиса и сокращения кормовой базы для олигархов, ворье расплодилось и воруют откровенно, никого не стесняясь, никого не боясь, потеряв всякое чувство меры и остатки совести. Упрощение визового режима в обмен над честных чиновников, открытые электронные декларации – это вообще-то требования Евросоюза, куда так стремится Украина. Но депутаты, похоже, готовы убить евромечту, ради которой в стране устроили госпереворот, лишь бы не показывать, сколько реально зарабатывают. Не для себя, пусть они эти субсидии, чтобы они жили на такие вот, чтобы это наше правительство жило на эти 160, на такие субсидии, что они народу дают.